Добрый день всем, кто сегодня вместе с нами. Давайте будем так по-простому, по-домашнему, чувствовать себя свободно в библиотеке. Меня зовут Светлана Антоновна, я директор библиотеки. И сегодня с удовольствием выполню миссию быть ведущей нашей встречи, посвященной тому, что мы представим вам книгу, посвященную Дмитрию Алексеевичу Бакурову. В 2017 году, в год юбилея Новосибирской области, свой юбилей отмечает и Дмитрий Алексеевич Бакуров. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны. Ветеран военной службы, полковник в отставке. Участник шести военных победов на Красной площади. Член Общественной палаты Новосибирской области с шести созывов. Постоянный член Органитета Победы. И я боюсь, что я не все ваши регалии, не все ваши нагрузки смогу представить вот в одном таком предложении. Дмитрий Алексеевич, конечно, человек-легенда. Потому что такой, как он, такие же, как он, солдаты в России, сделали все возможное для того, чтобы фашизма не было на нашей земле. Чтобы был мир и здесь, и в России, и в Европе, и вообще мир на планете. И человек, к которому мы относимся с глубочайшим уважением, признательностью, любовью, гордимся тем, что он с нами рядом. В этот год, конечно же, празднование юбилея Дмитрия Алексеевича отмечается на уровне правительства Новосибирской области. Инициаторами программы празднования праздничных мероприятий выступила комиссия по культуре, патриотическому воспитанию Общественной палаты Новосибирской области. И затем уже эту мысль, эту идею, это предложение было поддержано Общественной палатой Новосибирской области. Было подготовлено и издано распоряжение правительства. И первым ярким, замечательным, праздничным мероприятием стало мероприятие открытия музея вагона метро, посвященного Дмитрию Алексеевичу Бакурову. Вы многие были участниками этого события, и это все было подготовлено по инициативе и усилиями фонда родное слово и руководителя этого фонда, члена Общественной палаты Людмилы Аркадьевны Монаховой. Она здесь. Огромное спасибо Людмиле Аркадьевне. И уже в феврале, в тот месяц, когда Дмитрий, в тот день, когда Дмитрий Алексеевич отмечает свой юбилей, в Большом Зале правительства прошел великолепный, замечательный, юбилейный, праздничный вечер. С включением, удаленным включением Алтайского края и других территорий Российской Федерации, когда Дмитрий Алексеевич смог пообщаться со своими однополчанами, и они говорили ему спасибо, чтобы вы, наш командир, сохранили нам жизнь, вы берегли нас, ценой, конечно, собственной безопасности. И вот здесь, в мае, в победном мае, мы представляем вам книгу о Дмитрии Алексеевича Бакурова. Она стоит на верхней полочке. Книга называется «Солдат Победы. Служу России». Необходимость такой книги, она была, ну, лежала на поверхности, потому что, работая с Дмитрием Алексеевичем бок о бок в общественной палате, мы постоянно чувствовали того, что и молодежи, и воинские части, и школы, и библиотеки спрашивали, «Дайте нам материал, где, что можно почитать». И тогда, два года назад, мы здесь, в библиотеке, подготовили и выпустили небольшую книжечку, вот она такая вот серая, с глиздой героя, небольшим тиражом, но она разошлась просто в какие-то мгновения, и уже было понятно, нужно думать, и нужно издавать книгу, которая была бы и большим тиражом, и значительно большим содержанием. И в год юбилея, благодаря тому, что есть летописец, вот именно так можно назвать Сергея Борисовича Виноградова, мы, комиссия общественной палаты, обратились к Виноградову Сергею Борисовичу с тем, чтобы в короткие сроки он подготовил материал для издания книги. Сергей Борисович Виноградов, член, сотрудник аппарата по полному, мученному по правам человека. Сергей Борисович, мне показалось, согласились, и этот материал был своевременно подготовлен. Огромное вам спасибо. Книга вышла тиражом, тысяча экземпляров, и уже сейчас мы понимаем, что это мало, что этого недостаточно, и что нужно думать, конечно, о новом, о другом издании, потому что и у Сергея Борисовича материалы есть еще на несколько книг. Огромную помощь, поддержку оказало целый ряд друзей Дмитрия Алексеевича Бакурова, но я хотела бы назвать, конечно, имя одно. Это Бориса Вениаминовна Волкова, заместитель директора музея города Новосибирска и верный помощник Дмитрия Алексеевича Бакурова. Спасибо. Ну и, конечно, когда вы открываете книгу, то вы увидите на одной из первых страниц поздравления в адрес Дмитрия Алексеевича Бакурова от президента Российской Федерации Дмитрия Владимира Владимировича Путина, и поздравления от губернатора Новосибирской области Владимира Филипповича Городецкого и ряда других лиц официальных, вы это тоже увидите. И можно, конечно, сказать, что книга вышла при финансовой поддержке правительства Новосибирской области. Вот это праздник, это счастье. Мы мечтали о том, чтобы эта книга была. И поэтому, Дмитрий Алексеевич, уважаемый, дорогой, я передаю слово вам. Скажите, пожалуйста, вы то, что хотели бы сегодня сказать, отвратившись ко всем вашим друзьям. Дорогие друзья, спасибо вам. Я деревенский парень. Полюбил Родину, полюбил свою деревню, государство, а особенно армию. Мы, Дмитрий Алексеевич, с открытым ртом слушали участников озера Хасад, Хаткингола, финской компании. И стремились походить на их героический путь. А когда пришли наши деревенские парни, с которыми вы бегали, как говорится, и купаться и все, на службы с флота, они воевали, то есть, это, служили по пять лет. Вы знаете, пришел у вас же, из Козырки, Тельняшка, этот самый. Так, пизод, в руки, для выпуска, дух, хлор, да, дух, хлор, все. Мы, молодежь, особенно нас шесть человек в классе, решили быть моряками. И все выклали якорь. Вот он. Сразу, ясно, ясно, ясно. Но, когда еще фильмы были, не были, привезли нам границу на замке, открывается зарубеж, громадный замок влезет. Пограничники ведут собачек своих на посты, показывают нам, как они кушают, самодеятельность показали. Мы бы душевились, будем пограничниками. А уже в конце, когда мы были уже восьмой, девятый класс, здесь мы уже стали отбираться, нам и авиация помогла, как говорится, подравилась. А вот, когда начался, как говорится, гром, фашисты напали на нашу Родину, мы, комсомольцы, в 30-х годах, сотни тысяч добровольцев и пошли, вместе со своими отцами, старшими братьями, на фронт. Но нам сказал бойков, я вас не могу сразу отправить, идите в райков парк, это капсомола, и ждите военное училище. Вот. Мы пошли, и нас сразу военное училище. Я попал в Томбское артиллерийское училище. Шесть месяцев учили нам тому, что необходимо на войне. А уже в апреле 42-го года, после формирования дивизии в Северпалатинске, мы были в действующей армии в районе Дельца, Ливны, Орловской области. Здесь мы также учили 16-го поколения футовиков. Старались действовать быстро, и решительно. Да, заканчиваю, заканчиваю. Хоть скачай разговаривание. Я участник Курской битвы. Мы, когда узнали от командования, что фашисты овладели или сделали самую первоклассную броневую технику 43-го года. Тигр там 88-ми метров пушка, 10 сантиметров перед этот самый бровя. Это пчел. А наш танк, хоть его Черчилль назвал будущий танк Второй мировой войны, но 76-ми метров пушка. Она не права не права его-то. Мы их закапывали во попы, во бланки. И когда фашисты случат прорыва для этих танков, они по-браде. А еще главное, он решил применять массовые. На 1 километр в нашей 13-й армии он выпускал по 50 танков. А на Воронежском флоте до 100 танков, и он там продвинулся до 40 километров. А у нас на нашей 13-й армии всего до 12 километров. Но стоять и наступил. Прикад был командующего войсками Центрального фронта товарища Рокоссовского, он генерал армии был, стоять и наступил ни шагу назад. Мы закопались. Так имели каждые гранаты в бутылке. В случае прорыва применяли эти гранаты и танки. Но еще что, мы формировали стиль Палатинский. А у нашей делении ни одного танка не было, танкового полка. Когда товарищ Жуков приехал на фронт к Рокоссовскому, говорили, надо, чтобы наши солдаты не боялись гула такого танка. Нас отводили на 35 километров, копали мы вот так окопы, гранатами вооружались деревянными. Десять танков идут, кто раз стреляют, но не по нас, вот. При приближении их мы гранаты бросаем, а они все равно до нашей окопы и у чужиха. То есть морально они готовили на нас воевать. Да, кушка и дуга. Вот так кушка и дуга успешно совершилась. в Прохоровке решился вопрос кушка и дуга. Где 500 фашистских танков и советских танков сошлись. Вот здесь наши эти четыре показали абразив. Танки воняблены, а танкисты героически действовали. И победили. Два только было Германии согласны на этот бой. И говорили победим. Это Гитлер еще один генерал. А остальные сказали мы здесь проиграем. И они проиграли. И 15 того что мы пошли в выступление. Вы знаете мы сразу вышли к Орлу Юждея а потом на Украину торсировали дешню сходу форсировали депр сходу форсировали репет сходу все сделали проклятые можно так выразиться современные руководители Украины говорят русские не освобождали Украину. Как не освобождали когда мы как говорится кровь проливали. Вот даже стихи пишутся где в депре вода покраснела водоплодах не просто на каких-то механизмах а сами делали только над депре все нам сапёры помогли с хорошим брусом плод сделать 4 лошади 76-мм пушка а пушка братца 1927-го года 4 лошади боеприпасы расчёт вперёд и так мы захватили поддар на неприятность вы знаете нет того места было где мы захватывали поддар чтобы там пули или осколок не упал и благодаря нашему командиру толка который сумел так быстро главные силы полка а потом и дивидии подойти и до нашей захват пулантарма сразу клинились и расшлили фашистов и доступали когда припех мы форсировали фашисты аж с Африки сняли самую армию той же дивизию и танками заканчивают а у нас и людей мало стало Сталин приказал распоримировать маленькие отряды партизанские 200-300 человек и к нам пехотинцами они воевали вместе с Сталин мы их не успели одеть в военную форму но стояли действительно нас фашисты окружили мы прорвали оборону ушли партизаны вместе с боевым знаменем командир дивизии нашел нас генерал Сабуров Сабуров командир партизан имел свой аэродром и нам привезли почту а 16 октября 1943 года вышел указ президенту Верховного Совета о присвоении и избавии героев Советского Союза воином 13-й армии там 15-я 70-я 74-я 8-я стрелковая дивизия нашей дивизии тоже всякий человек а полку нашему полку 229 23 а моей маленькой батареей двое командир Руде младший сержант гвозерцев и мне вот так мы воевали командир полка говорит я буду прощить генерала Сабурова провести парад и мы так на этом параде продемонстрировали свое боевое мальчество и последующие воевали и я дошел вместе с батареей на праге вот так с батареей а ты поедешь на парад победы башку и я ущерчек первого фраза победы дмитрий дмитрий Алексеевич вот за несколько минут эмоционально все в фактах все в датах от своей молодости до того как мысль и мечта овладела служить своей родине армии до праги мы услышали вот этот вот рассказ который мы записываем на видео и вообще конечно это дорогого стоит послушать Дмитрия Алексеевича вот рядышком почувствовать его все переживания и радость и заметили ничего себе все время мы наши бойцы мы наш отряд наш взвод мы и буквально ничего только в последней фразе и я тоже получил награду вот такой он Дмитрий Алексеевич штабом штабом одну секунду подготовки книги стала квартира Дмитрия Алексеевича Бабула штабом а начальником штаба а начальником штаба я говорю штабом квартира а начальником штаба это ее губернатор назвал назначенная губернатором и мужем это Екатерина Михайловна я хочу сказать что вот он рассказал что он с детства войнушку полюбил войнушку как играли анжи и это было все таки влияние школы большое это было влияние большое тех кто воевал гражданскую войну и поэтому ребятишки вот то границы на замке и все эти фильмы на самолетах на танках они как бы привлекали детей и учили учили любить англию нашу но я хочу сказать что я знаю Дмитрия Алексеевича давно когда он еще заканчивал служить и переходил на гражданскую они приехали с первой семьи приехали в город Новосибирск ну я хочу сказать что вот он и тогда послужив 25 лет в военной службе он пришел на гражданку где тоже проработал 25 лет он все эти годы писал письма по 100 писем своим однополчанам это же надо так любить солдат так любить своих командиров и вот столько отдавать энергии этому делу ну а на гражданке он работал и с тех пор я помню что ни одной ни одного знаменательной даты ни одного геройского поступка который бы прозвучал в кино в газете в жизни чтобы он его не пропустил чтобы он не вырезал газетку чтобы он не приклеил себе в дела и поэтому он настолько хорошо знает геройство нашего народа что нам не представлялось возможным Сергеем горящим что-то вспомнить что-то написать ну например вспомнить как он учил маму безграмотную безграмотную маму в четвертом классе Росковь Иосифу научил читать и писать ну и много таких моментов которые отражены в книгах и про которые еще очень много можно писать когда мы рассуждали с Сергеем Борисовичем еще на книгу есть материал ну а эти все 27 26 лет которые мы вместе живем то наша жизнь состоит только ну из ветеранства из военного дела из воспоминаний из гостей которые к нам приходят повитаться с ним которые приходят сфотографироваться с ним его любят очень ребятишки ну я уж не говорю о горелкинцах почему-то не вижу Владимира Михайловича ну и школы техникумы вузы и это мы все продемонстрируем в наших кинофильмах и что я хочу сказать настолько вот он заражает нас что мы с Ларисой ну без конца только и выполняем ну его задания куда съездить куда сходить с кем повстречаться куда его свозить и каждый из вас знает мы везде почти были у вас всем желали здоровья всем рассказывали про войну даже ФСБ я не согласились вам чтобы нам пришли я прям в восторге ну короче говоря мы много сил вложили для того чтобы мне одну книгу и первую и вторую и третью написать и еще если надо напишем Сергею Борисовичу большое спасибо да минуточку Сергею Борисовичу большое спасибо мы всем очень много разговаривали ну а то что Лариса Вениаминовна после того как я не смогла уже съездить в Кремль то мы в Кремль с ним съездили обедали в этом странном зале а когда меня уже врачи так подлечили что ножка не стала работать стала ездить Лариса Вениаминовна но она очень грамотный человек и она способствовала всему чтобы книги придать грамотность интерес и все остальное и вовремя останавливала ага и вовремя останавливала потому что он любил рассказать про все но я хочу сказать про все тоже можно рассказывать вот такой случай все таки я вам расскажу берут они какую-то высоту и ну чувствуют что они ее не поддерживают и видят все что убила командира любимого командира Шишков у них был командир полка ну все в горе и в печали и отступают а что делать а командир лежит убитый они скорее прикопнули его и мол вернемся когда похороним с честью но когда они отступили и когда им напомнили что и товарищ штат и все остальное начальство повторяло ни один раз на шагу ни зад ни шагу назад и не отступать без приказа тем более без приказа и они снова пошли в бой и выиграли и захватили эту высоту говорит давайте похороним командира как следует ну разгребли там был немножко прикрыт а он зашевелился и он еще много лет до 92 лет прожил я его я его знаю и в Москве были и вот такие события ну таких событий очень много что Сергей Борисович не дописал допишет это господи мы желаем вам здоровья крепкого здоровья Дмитрия Алексеевича Екатерине Михайловне Потому что их дом это всегда очень гостеприимный дом, и когда бы мы ни пришли, Дмитрий Алексеевич всегда при полном параде, от него всегда тонкий аромат великолепного мужского парфюма, он всегда встречает нас обаятельно, со своими голубыми глазами выразительными. Вообще, Екатерина Михайловна ждет, и это всегда очень такие запоминающиеся встречи. Как сказала Екатерина Михайловна, конечно, это очень много встреч, поездок, не только на территории Новосибирской, Новосибирской области, но сегодня у нас как раз новосибирцы здесь, курсанты авиационного корпуса, кадетского корпуса имени Александра Ивановича Покрышкина. И здесь Дмитрий Ролеев, который к нам выйдет и скажет какое-то приветственное, хорошее, боевое слово. Дмитрий, мы тебя ждем. Почему командира нет? Не могу знать. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, дорогой Дмитрий Алексеевич. Хочется сказать вам большое спасибо за ваш бессмертный подвиг, за ваш бесценный вклад в развитие истории России, в освобождение всего мира и Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, за то, что вы продолжаете и воспитываете наше молодое поколение за вашу книгу, ведь мы все понимаем, что эта книга, вы внесли туда частичку своей жизни, и эта книга – это часть истории, великая история победы. Мы хотим сказать вам большое спасибо еще раз, пожелать вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, ведь пока вы живы, жива история, история победы. Мы сделаем все, чтобы ее не прописали. Мы будем свято чтить и продолжать традиции наших дедов и предков. Ваши традиции. Спасибо вам большое. Ну что, я получила замечание Дмитрия Алексеевича, потому что он посмотрел, что я отошла от сценария, он это заметил. Я не заметила, а он заметил. Дмитрий Алексеевич, прошу прощения. Слово автору, конечно же. Слово автору Виноградова Сергея Алексеевича. Добрый день, дорогие друзья. Дорогимая Екатерина Михайловна, Дмитрия Алексеевича. Спасибо вам за великое доверие, которое оказали мне, чтобы вы привлечены в создание подобных книг. Дмитрий Алексеевич, Екатерина Михайловна, мы знакомы очень давно, 30 лет. Много чего делали вместе, много чего видели, чего проводили. И эта книга, она уже не первая в нашем сотрудничестве. Были у нас и совместного авторства книга о сибиряках, в частности, как «Мошные битвы». Были и другие издания, и они пользуются сегодня большим субъективным источником, и мне это тоже очень важно. И было полной неожиданностью, когда Екатерина Михайловна и Светлана Альфовна вышли в предложении, что сделать можно новую книгу. Долго советовались, долго собирали материал. И ежедневно практически, в телефонном режиме, на квартире у товарища героя обсуждают этот материал. За два месяца, буквально по ночам, я этот материал забрал. Но каков был замысел? Замысел, прежде всего, не просто расписать, какой молодец сам Геннадий. Все и так уже неоднократно читали книги, которые были про него написаны. В том великолепном количестве статей, почерков, которые созданы о жизни товарища героя. Но хотелось показать, прежде всего, то, какую огромную работу ведет и Дмитрий Алексеевич, и Кирилл Михайловна по воспитательной работе в настоящее поколение. О том, как человек, не жалея себя, своего здоровья, ездит по всей стране. В Новосибирской области, например, боюсь, что нет ни одного крупного населенного пункта, где бы Дмитрий Алексеевич и Светлана Михайловна побывали. И выступили бы перед населением, перед молодежью. И ездит он к себе на родину, в Алтайский край. И по европейской части сначала это были встречи с однополчанами, теперь это вахтогероем. Но, тем не менее, Дмитрий Алексеевич непременный участник всех этих торжественных событий. Ему есть чего рассказать. Есть чего поделиться с детьми, с молодежью. Я неоднократно был свидетелем, как он в молодежной аудитории, не жалея себя, выступает часами, делиться тем огромным жизненным опытом, который у него за спиной, теми переживаниями, теми впечатлениями, которые он испытал на собственной шкуре. Курим не кланялся, смерти не боялся. Берег своих бойцов, уважал командиров. И так он по жизни себя ведет. Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич, за то, что дружины давно. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович, за то, что оказались внимания в моем друге. Задание получил. Писать, писать, писать. Хотя, честно говоря, есть еще отчет. Итак, дорогие мои, хочу пожелать вам долголетия, всяческих благ, воплощения всех ваших замыслов и всего самого доброго. И спасибо родным, которые берегут и товарищи герои, и Сергею Михайлову. Любокую вам благодарность. Спасибо вам большое, за то, что поддерживаете нас, Дмитрия Алексеевича, в этом не всегда простом творчестве. Может быть, оно не литературное, но краеведческое. Спасибо Светлане Антоновне, за то, что сподобилась и придумала вот такой замысел. Это июльский восторг, а не моя. Спасибо вам большое. Дмитрий Алексеевич, в зале много желающих сказать вам доброе слово и обратиться к вам. Я хочу начать вот сейчас эту церемонию слов, обращений по программе, конечно. Приветственное слово и поздравительные слова Марины Львовны Мерзляковой, руководителя структурного подразделения Центра истории и развития Ленинского района, пост номер один. Пожалуйста, приходите к этому слову. День, дорогие мои. 7 февраля этого года в Центре истории развития Ленинского района открылась выставка. Выставка большая, очень красивая. Работает она и сейчас. И посвящена она супругам Бакуровым. Называется «Герой и жена героя». За каждым героем стоит замечательная женщина. Поэтому начну я свои благодарственные слова. Начну с начальника Генерального штаба. Поэтому, пожалуйста, культы, начальнику штаба. С благодарностью от всех жителей, я думаю, города Новосибирск, не только Ленинского района. Ну и, конечно, я очень рада каждой нашей встрече. Потому что каждая встреча – это всегда заряд бодрости, оптимизма и огромное количество новых планов. Тут про штаб не зря говорится. Потому что это новые планы, новые идеи, конечно, новые книги. Ну, кем мы гордимся? Нашими героями. Поэтому, Дмитрий Алексеевич, от лица молодежи у нас такая традиция уже сложилась. Уже целых пять лет прошло. И ваша жизнь состоит не только из встреч, но еще и из организации музеев. Поэтому, конечно, музей Ленинского района всецело обязан своим попечителям. Поэтому у нас есть вот такая очень редкая награда, ну, поскольку мы в молодежной политике на том, что называется «Гордость Левобережья». Поэтому гордость наша, гордость Левобережья. Я просто понимаю, что это крошечная часть нашей признательности. И, как обычно, фотографии из наших последних встреч. Смотрите, какая замечательная получилась. Получилась в этом году на трибуне в Сесене. Это прекрасная история. Поэтому, Дмитрий Алексеевич, мы вручаем фотографии в конверте там и приглашение на наше пятилетие. Потому что мы обязаны этим вам. Конечно, Сергею Борисовичу не раз еще скажут, что продолжайте писать книги. И я только что перед началом встречи говорила, насколько они востребованы. И я каждый раз себя чувствую очень богатым человеком. Потому что приходящие завидуют и говорят в великолепном виде. Нам бы больше информации, вы совершенно правы. Потому что вот та книжечка, которая есть, она у нас востребована, очень востребована. И, конечно, мы рассчитываем на выполнение нашей клинической взглядики. Поэтому, Сергей Борисович, я украшу вас выйти еще раз сюда. У нас тоже для вас есть. Ну, конечно, вы внимательно посмотрите, я думаю. Это то, что удалось, вдохновленное вашими трудами, собрать нам по истории Ливобережья военные годы. Поэтому мы вам передаем это экспертный оценка. И с благодарностью рассчитываем на новые книги. Ну, и по вашей традиции, Дмитрий Алексеевич, я обязана выполнить данное обещание. Каждый год у нас проходит викторина, посвященная Дмитрию Алексеевичу Бакару. Есть победители, вы это хорошо знаете. И ребята уносят не шоколадки, конечно, они уносят шоколадки, Катерина Михайловна с трепетом. Но прижимая в груди, с подписью фотографий Дмитрия Алексеевича в семейной архиве. Поэтому у нас прошел большой конкурс политический. Все стихи я вам читать не буду, их огромное множество. Но победителю я, клятвенно Дмитрию Алексеевичу, слышит лучший стих. Поэтому наберите степенье, две минуты буквально. Поклон вам низкий. Слова благодарности за радный подвиг в воспетых стихах. За силу, мужество, лучшие качества в прославленных веках. Мы желаем, чтобы люди охраняли, берегли мир, который наши деды своим внукам принесли. Ну и так далее. А много еще куплетов. Мы вдохновляемся встречами с вами и будем традицию коколениям. Спасибо большое. Спасибо, Марина Игорьевна. Я предоставляю слово Федору Романовичу Киселеву. Члену общественной палаты Новосибирского области, ветерану труда, члену президиума Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров, войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Другу Дмитрия Алексеевича. Дорогие новостя, я хочу сегодня поздравить всех вас здесь сидящих, нас здесь присутствующих, с замечательным духовным праздником. Презентации этой великолепной книги, о которой многие уже прочитали, но если кто не прочитал, я думаю, еще прочтут. Возможность такая есть. В чем особенность этой книги, мы сегодня говорили? Конечно, я бы отметил две. Во-первых, книга охватила значительный исторический период, самый интересный, самый драматический, самый творческий период в жизни нашей страны. И эта книга, с другой стороны, на мой взгляд, она посвящена не столько, может быть, Дмитрию Алексеевичу, а в его образе легендарном, героическом, эта книга посвящена участникам Великой Отечественной войны. И не случайно Дмитрий Алексеевич, отличаясь редкой скромностью, простотой, жизнелюдием, но у него целый набор качеств именно человека, воина, освободителя. И не случайно во всех выступлениях он говорит только о своих боевых товарищах. Вот это и вся характеристика. Мы иногда в обыденной жизни что-то чуточку сделаем и начинаем. Да я вот, да мы вот, да я там был. У него этого я, сколько мне приходилось слышать, видеть, ощущать, быть рядом, я ни разу не слышал. Вот, ребята, показатель скромности, простоты, человечности, мудрости всего того, чем богата наша матушка Россия. И не случайно Антон Павлович говорил, богата Россия хорошими людьми. Вот вам ярчайший пример олицетворения этой оценки. Вы меня простите, я хочу, Дмитрий Алексеевич, вас немножечко сравнить, вы же, с Алтая. Это алтайский алмаз, который был отшлифован на поле брани и в трудовых делах. И эта шлифовка довела до бриллиантового состояния. Бриллиант, сияющий, сверкающий и озаряющий и притягивающий. У него богатое сердце, так же, как у его замечательной супруги. Я когда гляжу вот на них, вижу, тоже часто у них бывают, а не бывает это преступление, а бывает это радость духовная. Я сразу вспоминаю слова Мордасовой, известной певицы. Дива Варисина вас, вот так пара собралась. Но это не только пара, это великое благородное семейство. И внуки, и праунки, они все группируются, они все льнут к этой семье, к этой матери, к Дмитрию Алексеевичу. Я видел во время встреч с детьми-сиротами, как они льнули сердцем именно к Дмитрию Алексеевичу. Чувствуя вот это притяжение сердечно-магнитное, они фотографировались. Он уже идет, они забегают, еще дайте нам одну фотографию. Вот почему сегодня действительно для нас замечательный праздник. Мы не забыли юбилей в правительстве. Это действительно было не регионально. Я бы сказал, это было российское празднование. Отмечали героя. А в его лице это золотое поколение, этот фонд, который пронес по жизни все сложности и трудности, и не потерял никогда веры в будущее. Этой романтической, трогательной веры. Он эту веру и передает нашим детям. И эта вера должна сохраняться и продолжаться. В заключении я хотел бы еще раз выразить огромную благодарность Дмитрия Алексеевича, Екатерина Михайловна, вам за то, что вы действительно несете вот это слово доброты, правды, которую замыливают сегодня на разных уровнях, особенно по нашему телевидению, к сожалению. Вы несете в души молодые, тем самым воспламеняете в этих молодых душах желание жить, радоваться, наслаждаться жизнью и, конечно, честно трудиться и служить нашему Отечеству, нашей Родине. Нет ничего более скрепляющего, оздоровляющего и возвышающего, чем любовь к Родине, к родному Отечеству и, конечно, к нашей земле. В отношении книги я бы хотел высказать свое предложение следующее. Конечно, Сергей Борисович еще будет продолжать писать. Когда закончил войну и мир Лев Николаевич Толстой, он написал в своих дневниках, я только частично отразил то великое событие в своем романе «Война и мир». Естественно, и Сергей Борисович не мог всего отразить, потому что материалов значительно больше и не учтешь всех сложнейших нюансов, вот о которых говорила Екатерина Михайловна. Но я вношу предложение нам сегодня от всех нас присутствующих обратиться к соответствующему Министерству регионального развития Новосибирской области и издать эту книгу. Пусть там новые пишут. Я думаю, эта книга должна быть в каждой школе, в каждом учебном заведении, в библиотеке. Я еще раз убедился на собственном внуке, который с математическим так немножко его наклонностями, прочитав эту книгу и говорит, «Деда, а теперь я понимаю, что в нашей семье, так часто вы еще говорите о семье Бахуровых». Вот на самом деле книга отражает всю глубину вот этого процесса исторического, исторического, свидетелями которого мы являемся. Я, конечно, рад судьбе Дмитрия Алексеевича Екатерины Михайловна. Видеть, слышать вас, чувствовать вас, ваше окружение, вашей семьи, заботу. И только благодаря этому вы продолжаете действительно жить. А жизнь, как известно, штука очаровательная. И дай Господь нам мудрости, чтобы оценить все ваши достоинства, все ваши замечательные успехи, что вы много лет несли, несете и будете нести правду в души нашей молодежи. Я желаю вам крепкого здоровья, творческих помыслов, благородства, и чтобы вы, утром вставая, молились на восходящее солнце и говорили. Господи, хотя бы иногда жизнь бывает противоречивая и сложная, но она замечательная. Долгих лет вам жизни, дорогие. Спасибо, Фёдор Романович. Уважаемая аналиста Вениаминовна, вам слово, пожалуйста, проходите. Спасибо. Вы знаете, я, конечно, для аудитории хочу остановиться на нескольких моментах, потому что молодежь этого, в принципе, не знает. Вот 4 июня этого года будет 13 лет, как мне предоставлена вообще была такая стартовая, наверное, площадка, работать с большим количеством ветеранов, как мы называем ветеранское движение, потому что благодаря именно ветеранскому движению 4 июня 2004 года был организован Центр патриотического воспитания граждан. И там уникальная возможность общения с большим количеством ветеранов, в тот момент было 4 героя Советского Союза, живых. Разрабатывали, скоординировалась работа в таких направлениях, которые сегодня уже, получается, 7 лет нет Центра патриотического воспитания, а этот формат работы продолжается. И Дмитрий Алексеевич, когда волей судьбы путем реорганизации изменена была структура, а он сказал, а мы будем доказывать, что Центр патриотического воспитания в Новосибирской области есть, продолжает работать. И, конечно, и все телемосты, потому что, понимаете, вот только вдумайтесь, на телемосте 100 тысяч участников слышали. Федор Романович, как ответственный секретарь комитета победы, помнит, первые в 2007 году, когда мы публично на всю Россию сказали, что Новосибирск достоин быть городом воинской славы. Мы впервые об этом начали говорить, потому что Дмитрий Алексеевич и ветераны, которые прошли фронт, они сказали, а в тылу-то было немыслимо тяжело. Мы-то пайку хлеба имели, а не этого нет. Я благодарна вообще Дмитрию Алексеевичу, потому что правильно Федор Романович сказал, это олицетворение всего поколения. Я сама дочь ветеранов войны, которых нет уже более 20 лет в жизни. Но с таким отеческим отношением и любовью мы общаемся, потому что вот без этой составляющей невозможно до вас, молодых, и вот здесь ребята себя, еще меньше возраста, донести вот ту тяжесть периода великого поколения победителей. Я хочу остановиться вот на каких моментах. Про Митюбакова рассказали, как он маму учил. Но ведь, понимаете, до того момента, как Дмитрий Алексеевич был присвоен на звание Бюро Советского Союза, 27 июня 1943 года Расковья Иосифовна получила письмо от его командира с благодарностью, с фронтом. Он вот, начиная с такого возраста и по сегодняшний момент, он очень организованный. Он настолько самоотвеченно занимается всем тем, что он делает. И слова благодарности я вот распечатала для себя это письмо, и только фразу, Прасковья, не усомнил. Гордитесь своим сыном, который мужественно дерется на полях сражения с гитлеровскими головорезовыми. Командование полка шелет вам благодарность за воспитание сына. Это было еще до его подвига. И сегодня, когда мне предоставлена так волей судьбы, мне доверили его сопровождать, потому что до, включительно, марта 2014 года мы вместе делали общую работу по состоянию здоровья, когда Екатерина Михайловна не смогла. И я понимала, что мне доверено здоровье. Но ведь он, посмотрите, он в свои годы начинает день, радует солнцу. Он 40 минут делает зарядку сначала, прежде чем станет скроматистой. Кто из вас этим может сказать, я тоже это делаю. Я поражаюсь, зная анамнези всех его болезней, потому что врач профессиональный, у меня есть выписка, я знаю, в какое время что ему принимать. Он мне говорит, так вот, дошла, я все это знаю. И он это все кропотливо делает для того, чтобы после физкультуры встать, принять душ, позавтракать и в работу. Вы знаете, я позволю сказать о его подвиге, потому что он насколько скромен, он никогда, даже на уроках мужества, которые мы ведем с ним, уроки мужества, памяти, разный формат, он никогда о себе не говорит. А ведь он в один момент, находясь, и он, мы знаем, он офицер, артиллерист, в один момент нужно было корректировать огонь. И он называется, и в разведку взял двух бойцов, переправился на реку и стал корректировать огонь. Сегодня мальчишки в Сирии, когда Александру Прохоренко присвоено звание за то, что он вызвал огонь на себя, это сделал и Дмитрий Бакуров. И когда он увидел, что кольцо сжимается, он понимал, что надо принять решение либо плед, либо вызвать огонь на себя. И он скорректировал. И когда его откопали, два бойца и побегло. С тех пор он на одно ушко не слышит и одна ножка хромает, но он всю жизнь кадровый офицер. Вы знаете, когда организовался центр, мы промониторили ситуацию, что имя Александра Ивановича Покрышкина, увы, в Новосибирске, в Новосибирской области имеет место быть, но, наверное, не на том уровне находятся знания нашей молодежи прежде всего. И что мы делали? Он пошел в народ. Он провел 10 тысяч уроков. Он провел с огромным количеством для того, чтобы имя Александра Ивановича Покрышкина просветить насколько, насколько хватит его здоровья. Ведь мало кто знает, ну, кто, вот я член комитета победы, и я видела, когда мы говорили о том, что надо памятники ставить, их не бывает много, их не бывает, их либо не бывает совсем, но много памяти не бывает. И он говорит, ищу, иус нужен там, где учился Александр Иванович Покрышкин, на что губернатор в тот момент сказал, ничего не нужно. Находясь на чьих, он комитет и победы, Дмитрий Алексеевич сказал, будем делать народный памятник, в шапку, я первый кладу деньги. Понимаете? И человек с позиции, независимо, я не хочу сказать, что ослушался, он понимал, что эта идея увековеченной памяти Александра Ивановича Покрышкина первого трижды Героя Советского Союза. А знаете, почему первая? Ребята, почему я не экзамен на медаль за номером один у него даже, третья медаль. Так вот, мы продолжали эту работу. Мы за две недели пошли в Ленинский совет предпринимателей в администрацию Ленинского района и за две недели собрали тот ресурс, потому что мы работали с аллеей российской славы. Сегодня в Новосибирске в области и в Сибирском федеральном округе уже 20 бюстов стоят. Но Александр Иванович Покрышкин это был уникальный опыт, потому что сегодня мы просьбу из Саляски имеем отправить к ним бюст Покрышкина. Но мы пошли дальше. Огромная работа с 8-й армией ПВО Киевский округ, где командовал Александр Иванович Покрышкин. Мы добились через совет ветеранов 8-й армии ПВО 26 сентября 13-го года Янукович указ выпускает о присвоении 204-му севастопольской бригаде имени Покрышкина. о том событии события разные-разные. Но мы понимаем, что сегодня Дмитрий Алексеевич он сказал и он это делает тихо, но верно. Музей Покрышкина еще не это делал. Это моя основная боль, которую я буду работать с этим вопросом. Я благодарю Екатерину Михайловну за доверие, что я сопровождаю Дмитрия Алексеевича. Я благодарю Дмитрия Алексеевича, что доверительность наших отношений и мы от маленькой аудитории в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей или которые осуждены, проводим акции георгийской ленточки, когда они сидят у него на коленях и обнимая наверное в этом посыле каждый ребенок чувствует какую-то отеческую особую заботу. Но когда самая большая аудитория это была Михайловская военная артиллерийская академия, в которой он в 44-45 году проходил обучение и потом дальше в этой академии дважды обучался. Он произведен теперь в почетной Михайловской академии, книгу памяти записан, но полторы тысячи участников встречи. великая память и Дмитрий Алексеевич дай Бог здоровья, потому что я целую Микюр, я так же не спадаю вместе с теми курсантами, которые встали в вене, когда шел Дмитрий Алексеевич. спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Я с удовольствием сейчас предоставляю слово Нине Николаевне Шалабаевой, уполномоченному по правам человека в Новосибирской области. Пожалуйста, проходите к микрофону. Спасибо большое. Вот здесь сегодня выступающие красные линии озвучили мысль, что сейчас стараются, пытаются вот наших великих воинов-восвободителей представить и оккупантами, и захватчиками, и скатить вообще суть. Я работая в комсомоле, мы шествовали, и у нас очень дружба была с 18-го сибирской гладдейской дивизией. У нас был музей. И они пригласили меня в Калининград, Черняховск по местам боев. Кстати, в Калининграде закончил войну мой отец, и потом он был на войне с Ипонией. Я хотела бы отметить вот что. Когда я общалась с ветеранами, я вам могу вот сто процентов сказать, что это было удивительное поколение. Просто удивительное. Я не знаю, будут ли вот наши ребята, надеюсь, что они будут достойны этого, но то, что они удивительные. Это факт. И, конечно, низкий поклон и Екатерину Михайловне, и Дмитрию Алексеевичу, а в его лице всем воинам. Я просто, знаете, на что хотела бы обратить внимание? Когда наступают праздничные дни, 9 мая, мы все говорим о том, что мы благодарны тому поколению, мы готовы оказывать им помощь. Но я, как у научной правом человека в Новосибирской области, хочу сказать, что не всегда это бывает так. И, к сожалению, и обижают иногда наших ветеранов, участников войны. И я с этим тоже сталкиваюсь, стараюсь помочь в силу своих возможностей. Поэтому вот мой отец работал на заводе точного машиностроения, по-моему, там было 3000 участников ветеранов войны. Отец ему в 2003 году им оставалось всего пятеро. Уходят, к сожалению. И тем бесценнее. Вот та миссия, я не просто говорю миссия, а действительно миссия, которую несет Дмитрий Алексеевич, который говорит правду о войне, говорит правду о людях, с которыми он сталкивался. И вот за это низкий-низкий поклон. Ифина Михайловна, можно я все-таки цитировать и заведу петь. А, нет. Я правду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А еще хочу сказать одну секундочку. Позрачен автор Сергея Борисовича Наградов. Я, конечно, рада, что он работает в моем аппарате, рада, что я приняла в свое время правильное решение принять его на работу. Ну и надеюсь, что совместная ваша деятельность будет продолжаться. Возражать не буду. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Областной Совет Ветеранов Лаврухин Александр Алексеевич. Валерий Александрович заместитель, да? Да, заместитель председателя. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Алексеевич, областной Совет Ветеранов конечно не мог пройти мимо сегодняшнего события. Наше движение ветеранов Проводили Журавлево. Нет, простые просто. Простые. Оно у нас как бы стоит на двух таких это защита, социальная защита ветеранов и патриотическое воспитание. И вот патриотическое воспитание то, что проводят наши ветераны в Союзе Великой Отечественной оно нет такой точной науки, которая могла бы оценить эту работу. И что очень важно ведь они не видно. Вот такие скромные люди что Венимин что Дмитрий Алексеевич. Я вот недавно на этой неделе проходили заседания комиссии в общественную палату заседания ЗАГС собрания Дмитрий Алексеевич сидит. Ну кто не знает Дмитрий Алексеевич не обязательно на это изберут. Вот такая ответственность человека отношение к делу очень уважительно и отрадно нам показывает такой пример отношения к делу. Что касается книги мы книгу эту пропагандируем уже с апреля месяца. Министерство социальной региональной политики нам эту книгу любезно предоставили и на учебно-методическом сборе в санатории Парус мы раздали председателю ветеранских организаций районов городов области эту книгу. Где вам что-то такое на 20 апреля раздавали ну раздали все ну взяли все пошло еще остались можем ну возьмите так утром приходят а где еще взять эту книгу ну не эту на что успел там взять побольше те взяли поэтому те тут звучали предложения что необходимость издания этой книги еще дополнить это я поддерживаю это действительно спрос имеется и желательно для нашего патриотического испытания эта книга должна быть мы ее распространим вам Дмитрий Алексеевич только здоровья здоровья для того чтобы дальше показывать наш радный труд на благо нашей Родины доброе вам здоровье спасибо аплодисменты он сегодня здесь и он вынес что вас поет друзья для меня добрый день для меня большая честь находиться здесь и не только находиться здесь а вообще иметь какое-то отношение к семье Дмитрия Алексеевича и Катерины Михайловны испытывать вот их трепетное нежное отношение ко мне к моей супруге вообще к артистам нашего города когда мы выступаем и они это любят я не понимаю это что-то наверное невероятное и в моей творческой судьбе наверное это одно из самых главных век то что люди казалось бы из истории не про нас вот так говорят героизм поступки подвиги это все из черно-белого кино и из толстых пожелтевших книг а вот он живой и можно потрогать то есть это невероятно когда судьба приносит непосредственно общение с такими людьми которые делали что-то чего слава богу нам не выдала судьба сделать и еще большой вопрос сделали бы мы это или нет но в любом случае подвиги приписываются народу мы продолжители этого народа мы должны за солнце внести вот ребята эту честь это вас продолжается и будет продолжаться в ваших последователях поэтому низкий-низкий вам подлом долгих очень долгих вам лет жизни еще как минимум столько же сколько вы сейчас накопили да вы действительно его накопили и вы делитесь своим накопленным с ребятами с людьми со всеми с нами и вот как я люблю повторять о вас когда меня кто-то спрашивает или я где-то пишу какие-то посты в интернете я говорю что бог дал вам счастливую и долгую жизнь еще дай бог столько же пусть даст именно за те спасенные души которые продолжили свою жизнь благодаря вам вашим подвигам я вам был не один я вам их было много и дай бог чтобы в сердцах каждого из новосибирцев каждого из жителей нашей области нашей страны всегда звенел этот радостный салют победы спасибо вам огромное небольшой экспромт я даже вот текст буду подглядывать давайте все вместе споем кусок из песни как раз подчиняющего вашему роду гость я постараюсь ее тоже вспомнить нам даже можно вот так вместе да споем кори в сердцах у нас любовь земле ративой мы к смертной пой идем за честь родной страны пылают города охпаченные дымом кремит в сердцах лицах суровый бог войны артиллеристы спали на приказ артиллеристы зовет отчизна нас из многих тысяч поздравей за слезы наших матерей за нашу родину огонь огонь узнай родная мать узнай жена подруга узнай дай легкий дом и вся моя семья что бьет и шет врага стальная наша юга что боль мы несем гради мы и края артиллеристы ставят нам приказ артиллеристы зовет отчизна нас из многих тысяч водолей за слезы наших матерей за нашу родину огонь огонь и с многих пелесих батарей за строзы наших матерей за нашу родину огонь огонь таран и все слова которые из нее не выкинешь каждое слово кто понял о чем ли друзья спасибо спасибо вам огромное за то что мы спели вместе за то что вы все сегодня здесь я если честно у меня эта книга уже есть я ее уже читал не так давно имел честь находиться в гостях у семьи героя и я ее уже прочел всю и даже мой сын которому один годик он ее листает он ее полюбил он ее достает листает на Путина смотрит там на первую страну ну ему еще придется за него голосовать поэтому пусть смотрит спасибо Дмитрий Алексеевич с каким чувством как великолепно это прозвучало великолепно прозвучало и еще несколько слов приветственных в адрес Дмитрия Алексеевича с фонд социального страхования Екатерина нет есть у нас Алексеева Екатерина пожалуйста всем добрый день уважаемый Дмитрий Алексеевич мы рады выходить в свет книги о вашей судьбе судьбе героя Советского Союза солдат победы служу России благодарим вас за то что вы поделились с нами своими воспоминаниями о Боге подарили возможность познакомиться с уникальными документами и фотографиями важными и интересными фактами нашей общей истории мы очень рады что судьба распорядилась так что мы познакомились что имеем возможность непосредственного общения с вами пример вашего жизненного пути силы духа любви к родине стал для нас образцом для подражания еще раз поздравляем вас с Днем Великой Победы с уважением от лица Фонда социального страхования хотим вам вручить нашу благодарность за вашу книгу спасибо 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 вам большое спасибо передайте за санаторий хорошо не забывайте еще приглашать хорошие санатории пожалуйста мы сегодня мы сегодня на презентации этой аккуратной замечательной изумительной книги которую я еще не читал но по-видимому сегодня мы приобретем наверное книгу сегодня прелесть дня в том еще что мы счастливы общаться вновь с Дмитрием Алексеевичем с ее супругой с тем коллективом которые издали написали издали книгу Дмитрий Алексеевич это живая реликвия живая история это живой истинный свидетель того что было в годы Великой Отечественной войны свидетель всего что было на передовой ибо он сам всегда был на передовой ему не чуждо было когда еще был лейтенантом вызвать огонь на себя перед форсированием нашими войсками частями его полком где он был командир батареи реку и уточнял координаты для своей батареи которая била огневые точки противника и когда противник понял что здесь есть кто-то подсказывает и весь огонь сосредоточили на эту высоту где они укрылись с которой вели наблюдение немцы пошли в атаку ну как рассказывают все была не была давали они с радистом были и вызвали огонь на себя поразив тем самым противника но как живо остались наверное счастливы и ему надо тоже счастье сегодня общаться с нами мы уже на протяжении ну как седьмая ежегодно проводим совместно с Дмитрием Алексеевичем научно-практическую конференцию посвященную дню рождения Михаила Симонфеевича Калашникова 10 ноября когда он родился Михаил Симонфеевич Калашников а Дмитрий Алексеевич является земляком Михаил Симонфеевич Калашникова а Калашников является земляком Дмитрия Алексеевича здесь все взаимосвязано а посему Дмитрий Алексеевич я мы как военные с цветами редко ходим обычно военные что орден медаль часы значок часы с руки но бедный генерал часом не носит Дмитрий Алексеевич перед днем рождения мы наше правление направило в Москву для утверждения ордена вам и вот первый орден пришел буквально вот я отпросил на почту пришел орден первый Новосибирской области Дмитрий Алексеевич правлений правления общероссийской общественной патриотической организации Михаила Тимофеевич Калашников за ваш патриотизм за большой вклад в патриотическое воспитание вы награждены орденом высшим даже с номером высший орден Михаила Тимофеевич Калашникова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот посмотрите на них герой строй никогда не кидает всю жизнь в строю А это велика солдат лаверный наверное для большого строя всегда останется Дорогие 10 секунд Сейчас секунду просто параллели Алтай В 2009 году на физкаревке Новосибирск была установлена памятная Плитана Россибирск защитникам Ленинграда рядом с орловчанами 13-я армия как раз держала оборону перед Курской областью и после нас устанавливается мы были 67-й плитой 68-я была Салтая и вот поле судьбы на вахте героев 22 сентября 16-го года Дмитрий Алексеевич видит что три события Новосибирск Алтай и Орел объединены потому что это его часть большой большой сантовой жизни Дмитрий Алексеевич Попков только что вручил награду от военно-спортивного союза Калашникова и сказал что генерал бедный у меня есть личные средства которые я хотел бы передать в помощь об издании о переиздании этой книги я сегодня 100 тысяч рублей перечислю в помощь даме спасибо большое а я еще говорила да подождите я вам потом дам слово спасибо извините я вас поздоровала и еще одно слово ваше адрес Владимир Дмитриевич Михальцов завеститель председателя Новосибирского морского собрания дорогой Дмитрий Алексеевич Екатерина Михайловна уважаемая Светлана Анатольевна то что происходит сегодня это и называется патриотическое воспитание военно-патриотическое воспитание героико-патриотическое воспитание как первый директор областного центра хочу выразить вам слова признательности и благодарности что в 2004 году о чем говорила Лариса Вениаминна именно вы Вячеслав Васильевич и здесь присутствующий Федор Романович отстояли идею создания областного центра и несмотря на то что в 2010 году центр прекратил существование функция этого центра центр работал без формального обобщения сегодня здесь присутствуют представители администрации советники губернатора Новосибирское морское собрание готовит обращение мы были два дня назад у Палпреда он поддержал нашу идею о том чтобы возродить в Новосибирской области областной центр патриотического воспитания на возрождение которого вы естественно будете приглашены сегодня обращаясь к молодежи хочу сказать ребята это те моменты те моменты когда сегодня говорят вот Владимир Васильевич говорил значит да пример я еще одну хочу сказать фразу это живая легенда новосибирских героев дай бог что нам вот посчастливилось жить рядом с таким человеком и в завершение вы знаете вот ну то ли в канун 95-летия значит да ну так получилось что и меня прорвало стал писать стихи к концу года будет сборник а сейчас из неопубликованного сегодня по случаю выхода книги хочу откровенно сказать Сергей Борисович название книги вы не просто назвали ее служим нет я хочу сказать а вот эта вторая половина служим отечеству это и есть национальное будущее национальное мы так считаем идея патриотическая то которую мы все ждем служим России именно служим России спасибо вам за эту идею ну я хочу прочитать стихи можно да пожалуйста дорогие друзья замечательное конечно название но автор у нас Екатерина Михайловна это она настояла на такой праздник вот видите вот так вот как говорится справедливо так сказать восторжу словам спасибо спасибо и буквально несколько строк новая книга в руках ветерана мудрые мысли потомкам наказ годы войны как сердечные раны мир завещают как военный приказ время для всех это разная мера кто воевал убивая врага к тем у потомков особая вера обшивали фашистам рога гнали потом потом их аж до Берлина так что сдавали они города не забывает Европа и ныне май 45-го помнит всегда спасибо вам аплодисменты дорогие друзья наша сегодняшняя встреча подходит к завершению но может быть кто-то еще хотел бы выйти и сказать пару слов это можно сделать не дайте пожалуйста Евгений Михайлович вы подойдете или вам микрофон подойдете Евгений Михайлович вы проводите пожалуйста сюда занятие «Алта» певи Челя use командем Татьяна Татьяна Дмитрий Юлия Екатерина здесь кашру нас принес по нашим шому 武 что wi и ciud по нашей и как Bug благодарен что встретил вас Kern и самое главное что вы защитили меня с этой идеей сделать картину, я дам, освященную фастору Сигирской, Алиской, Мерильной, Адейской. Вот эти два человека, которые все время были в курсе дела. Эти буквально каждого месяца по три раза спрашивают, как идут дела Алина. И я вам еще скажу больше, что интересно. Что в этой презентации нет, и теперь не первая. Когда я свалился после боев за 22-ю дивизию, попал в больницу в конце, скажем, в вас. Вы прислали мне в больницу эту книгу. Это как плоток свежей воды. Представляете, как там написано. Я вспомнил свое фронтовое братство. И, кстати говоря, мы где-то встречались там, может быть, где? Вот в Радой. На переправе. На переправе. Может быть. Может быть. Может быть. Больше нигде. Так вот, еще одно дело. Дело только что. Презентацию я делал. В книге, Маршал. В больнице. Когда я в палатре был, они смотрят, такая какая-то обмошка красивая-красивая. Маршал здесь просто так, что делать? Вот. Попросили. Ну, я просто так умный. Потом они все-таки взяли эту книгу. Палатрой знают его. Я говорю, ну вот, хорошо. Раз вы знаете, посмотрите, вы поначали, почитайте. Вот. Они даже... Ну, очень даже хорошо знают. Потому что в еще время вот где-то в Палатре их университет, не прицеливали, не прицеливали. Видили Вас и говорили о Вас. И именно это уже вторая. А было в палате. Палатрица были личные палаты. Вот такие вот у нас. И я эти пьянки занимался. Потом тоже приходили в других палатах и смотрели эту клиру. Представляете? Вот это по-настоящему народная книга, который по-настоящему, по-настоящему, это точно, будет жить в веках, по 24 июня. Кстати, я бы сказал, и моя партия, которая будет тоже в веках. Спасибо. Иван Анатолий Павлович, народный подрожник России. И открытие мастерской и диорамы Вениамина Карповича, это тоже было боевое задание Дмитрия Алексеевича, которое он с честью выполнил. Что-то хотите сказать, Дмитрий Алексеевич? Да, пожалуйста. Друзья мои, нашего замечательного художника, Вениам Харьковича, посвящается так и несколько границ, поэтому, если позволите, я попрошу его автограф. Ну, пока автограф, я два слова скажу, потому что благодаря посещению мы 28 августа 2012 года приехали на выставку по приглашению Вениамина Карповича. Тогда было 70-летие Курской битвы. И что же мы видим? Его гениальные картины висят в реаграции почти что... Как ты, как ты, гардеробно? Екатерина Михайловна не говорит, слушай, Волкова, это раз не можно это допустить. А в этот момент у нас была плановая поездка в Москву на 31 августа по городу трудовой доблести и славы. И мы едем в Москву, встречаясь в Межгосударственном союзе городов-героев. И в этот момент наш партнер, Кремлева Лидия Дмитриевна, она говорит, слушайте, ну давайте, может быть, пошире Москве расскажем про сибиряков. Ну, Екатерина Михайловна мне говорит, давайте Чебанова повезем. Картины. Повезем? Да, картины Чебанова повезем. Я пишу РЖД, тогда и Бунин, он говорит, готов оплатить. И вы знаете, вот это все пошло, потом что-то щелкнуло, нам говорят, да че же мы картины-то повезем, надо же арсенал победы представлять. И тогда музей города Новосибирска делает проект «Сибиряки во дне войны», где частью были представлены самые большие картины Вениамина Карповича в Центральном музее Великой Отечественной войны на Пахонной горе. Мы открывались 5 декабря 2014 года. Это день контрнаступления под Москвой. Вы знаете, опять же, Владимир Семенович Лановой, он нашим ветеранам не в спадок. Он сказал, что Москва бежала вся, пока не пришли сибирские полки. Стал на коляде? Стал, да. Вы знаете, это дорогого стоит. Мы планировали стоять 3 месяца, 5 декабря по 5 марта стояли, по 12 июня 2015 года. Нашу выставку посетило 200 тысяч человек. И это благодаря тому, что соединение идеи генерации Бакурова, Щибанова, результат сумасшедшего. Вот этой работы гениального нашего художника и потенциала Дмитрия Алексеевича сложилось в уникальный проект «Сибиряки войны», в огне войны, как часть огромного проекта, представленного, дети, запомните, Межгосударственный союз городов-героев. Наша инициатива общественная пошла туда. И 7 апреля 2015 года вышла техническая правка звания «Город трудовой доблести и славы». И 5 марта 2015 года наш новый избранный мэр города Новосибирска был приглашен на вручение этой почетного звания и вручения грамоты. Это благодаря, в том числе, крупным партнерам. Дорогие мои хорошие, дорогие мои земляки, коллеги, соратники, отополчане по нашей борьбе за звание города воинской славы. Вот эта книга, это очередная высота, не у Михаила рассказывал, это очередная высота, которую офицер, артиллерист Бахаров взял вот в этом уже году. У поэта Фантыряка Василия Федора есть замечательная строчка. Сердца ведь это же высоты, которых отдавать нельзя. Вот 72 года, как закончилась война, а коммунист, офицер, артиллерист Бахаров продолжает бой за нашу советскую родину, за нашу Россию. И спасибо, поклон всем, и, конечно же, Летене Михайловне, и Ларисе Ведовиновне, и Светлане Антоновне, ну и, конечно, Сергею Борисовичу, и всем, и всем, и всем, кто причастен вот к созданию, к штурму, к взятию этой новой высоты. В книге написана очень подробно, вот не только военная биография, детская биография Витрия Версевича, но и вот та общественная патриотическая работа, там хроника. Вот спасибо Сергею Борисовичу, что именно, наверное, вот молодые будут, когда смотреть, они просто придут в отрасль. Как может человек в столь почтенном, серебряном возрасте, столько успевать сделать? Успевать, делать, приходить, встречать и рассказывать правду о ней. Я ему рассказал, вот я во вторник был в Ордынке, встречался со школьниками, учителями. Ордынка – это родина моего отца. Я потом еще вернусь к родине. Он говорит, о, давай в Ордынку поедем. Отдохнем Ордынка и поедем. Поедем, Алексеевич, и расскажем Ордынце, и покажем. Артиллеристы – особые люди. Это я знаю, опять-таки, по отцу. Офицеры-фобровольцы тем более. И вот в книге правильно сказано, что, вот и Лариса и Немин, он говорил об этом же. Пожалуй, не будем, значит, как говорил Маяковский, считаться слабыми, мы свои же люди. Но самый весомый вклад в то, что общественность Новосибирска все-таки пробила присуждение вот этого почетного звания, пока общественного звания, Новосибирска, города трудовой и воинской, воинской трудовой доблести. Это бронебойный Бакуров, который ездил, значит, и по всем, по всем этим кабинетам ходил, обращался на все инстанции и добились им. Я думаю, и, наверное, вот и Федор Романович и все остальные, кто 21 июня 13-го года, да, по-моему, собираются в мэрии, что доказывали еще раз, что Новосибирск имеет полное право называться не только городом голового подвига, но и городом воинского подвига. И смотря на то, что он был в тылу, у нас есть прецедент. Хабаровск, тыловой город, стал городом героем. Я об этом говорю как раз вот тогда на выступлении в Союзе. Я, Дмитрий Алексеевич, правильно говорил. Ведь все вот эти города и городки, и поселки, которые получили звание, вот федеральное звание, город воинской славы, они что, сами себя освобождали? Это кровь наших отцов, наших дедов, сибиряков. Там. Я прекрасно знаю, что Москва любит только Сибирь. Пройдется на них. Но я думаю, что мы должны сегодня сказать Дмитрию Алексеевичу, что мы будем продолжать обработать. Добьемся, добьемся. И мы добьемся. И еще. В этом году исполняется 75 лет фрагирования Сибирской добровольческой дивизии. В свое время, когда я работал на радиословной, значит, ко мне пришел опять-таки по наводке нашего хорошего друга Петра Ивановича Юрия Акадьевича Абрики. Пришел офицер отставки. И он рассказал историю знаний побед. Я, к сожалению, никогда не знал, а теперь везде об этом рассказываю и пытаюсь тоже добиться. Значит, в 1942 году, в мае, под Гордом Назовым погибла 150-я стрелковая дивизия. Ее бросили в наступление, и она там вся порегла. Но, когда в Новосибирске было объявлено на июльском предуме обкома КББ, что формируется первая добровольческая сталинская дивизия, а через некоторое время вот имя погибшей дивизии получил вот эта вот наша Новосибирская дивизия. И она пошла на Запад, мустья, запогибшую свою предыдущую 150-ю дивизию, понесла знамя победы на Запад. В 1943 году, в апреле, она получила звание 22-й Боргейский, а ее преемница уже возгрузила знамя победы над Эристагом. И когда мы проводили здесь презентацию, как раз мы к Алексеевичу подарили вот этот буклет, и он здесь в книге тоже есть. Спасибо, Лариса Минина, спасибо, кто издавал книгу. Называется «Стяг победы», «Знамя победы». Я об этом говорю. Давайте мы добьемся и еще и того, чтобы хотя бы на здании бывшего обкома ВКБ, где проходил плену, или где-то еще, я писал уже в многих инстанциях и газетах везде, ну надо отметить, чтобы люди знали. Скажи, что мы думаем об этом. Да, 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 да. Значит, что победа пошла из Новосибирска. Ну и я говорил... Ты целую историю рассказал. Да, значит, я заканчиваю. Я говорил о том, что вот у каждого сидящего здесь, кто знает Эрисеевича, кто любит, в книге прекрасно сказано, это люди, которых невозможно не полюбить. Это настолько обаятельные, добрые и отзывчивые сердечные люди, что влюбляешься не просто. Вот. И когда мы разговаривали, я, значит, тут познакомился от нее, я вдруг узнал, что они воевали с моим отцом вместе. Он тоже был артиллерист, офицер, доброводец, но только ему повезло, и он закончил войну под Ригой. И вот Амшандар Ахмадий год пролежал в госпитале. Поэтому в год 30-летия Великой Победы, отец еще был живой, он умрет через два года, Я написал стихотворение, которое называется «Отцовская память». Вот я сделал такой маленький буклетик. Все меньше видевших войну, носящих боевые раны, Все реже стонам тишину, тревожат ночь ветераны. Охоты поросли травой, покрылся мхом сгоревший камень, Но, как незримый часовой, их охраняет наша память. Нам эта память в кровь пошла, пожаром полыхнут над нами, И нас опалила, обожгла отцовская святая память. Она живет у нас в сердцах, она вовек неизглавима, Израненная от свинца и пахнущая горьким дымом. Она для нас наш алый стяг, сильнее времени и тленья, И слава пусть не ищет враг послевоенных поколений. Коль снова засвистит свинец, то в смерть любой рванется с нами, Суровый, опытный боец, отцовская святая память. Спасибо. Здорово, господи. Спасибо большое. Спасибо большое. И теперь мы с вами завершаем нашу встречу. Я хочу сказать, что запись ввелась. Есть библиотека, занимается тем, что ведет электронную библиотеку. Дмитрия Алексеевича Бахурова, мы привозим от него интересные фотографии, дипломы, письма, оцифровываем. И на сайте областной научной библиотеки, либо на этих стендах есть пиар-коды, их можно скачать, и можно со всеми документами знакомиться, особенно для молодых, в сети интернет. Но вы сегодня в гостях были не только в областной научной библиотеке, а в семье Бахуровых. А когда приходите к Бахуровым, то без чая никто не уходит. Екатерина Алексеевна, Екатерина Михайловна, Дмитрий Алексеевич сегодня всех угощают чаем. Где у нас чай, коллеги, подскажите? Сейчас чай готовят. А он будет готовиться здесь. Мы очень рады знакомству с вами и очень гордимся тем, что вы посещаете наше учреждение. Наши главные приветы. Это ребятишки, чай, мы вам поздравляем. Большое спасибо, очень большое спасибо от лица всех сотрудников и воспитанников. Не каждому приходится, как говорится, быть знакомым с Дмитрием Алексеевичем лично. Такая возможность нашим воспитанникам выпала. Еще раз огромное спасибо и дай Бог вам большого здоровья.